всем привет сейчас мы едем в дороге дорога у нас будет занимать часа четыре поэтому решила я снять немножко разговорное видео ответить на некоторые вопросы задаваемые в комментариях и рассказать что вчера я не закончила видео то сказала что мы были в спа-центре в этом с подругой подруга моя из швеции но живет она уже 30 лет в америке 30 лет она больше 30 лет она проработала модель и до сих пор иногда делает модельную работу вот единственная человека которого я нашла любивший любящего сауну и такие вот всякие процедуры это была одна и вот мы с ней вчера съездили очень классно отдохнули сауна не дешевая дорогая спа-центр и стоит 65 долларов в день день без пропуск дневной но если ты делаешь там педикюр который стоит 75 долларов только педикюр то ты также можешь целый день провести в сауне поэтому мы решили что платить 65 просто за сам за спа либо 75 с педикюром вы решили сразу сделать педикюр вот конечно там все классно сделали все там с массажка со всеми делами то есть процедура расслабляющая была и плюс еще это был хаттаб римская как римская баня такой римский зал для отдыха и сауна и вот стим рома это называется типа нашей бани там с эвкалиптом такая паровая комната в общем конечно время мы провели классно ходили там на обед и на завтрак все очень красиво сидели в халатах целый день в общем я любитель ходить в сауну но я всегда ходила только в сауну в спа я оказалась первый раз и это спа при гостинице не дешевой такой подруга моя привыкшая уже к таким к такой жизни она конечно там командовала я только как гость с ней ходила под защитой ее такой покровительством скажем так и меня спрашивали задавали вопрос уже давно про американских женщин я сказала отвечу но я даже не честно говоря не могу так вот сформировать целое видео об американских женщинах потому что особенно то говорить нечего здесь есть большое деление на классы даже по виду женщин можно сказать об этом деление на классы вот вы даже вчера говорили с анжелой об этом и она говорит что маленьких городах таких как мы живем женщины конечно видно что бедные видно что не следят видно что не интересуются свою внешность в нью-йорке конечно можно встретить и аккуратных уложенных красиво и дорого одетых новый тем не менее мужчины мне кажется в нью-йорке все равно выглядят гламурнее чем женщины да вот ну и опять же мы так смотрим только женщин на улицах они как бы ничего особенного сказать не могу но они обычно у них всегда ухоженные волосы ну те женщины которые работают которые нормальные да про других я не вообще не говорю они у них обычно ухоженные волосы ухоженные руки там маникюр ногти педикюр тоже они делают эти процедуры и одежда у них обычно спортивное ничего особенного но мне кажется даже если они хотят принарядиться то есть на какие-то вечеринки они одеваются мне кажется без особого вкуса вот хорошо одеваются молодые студенты вот такие вот девушки одеваются красиво модно потом где-то на период двадцати-тридцати лет это исчезает лет до 60 наверно стремление хорошо выглядеть красиво и вот пенсии пенсионеры женщины уже пенсионного возраста конечно за собой следят за своим здоровьем ходят на спорт также с маникюром также с причёсками с макияжем даже и они как-то мне кажется больше за собой следят чем женщины среднего возраста не забудет о прослойке людей и такие же а и есть такая прослойка людей которые модные вот эти вот течения типа они не нуждают они в деньгах не нуждаются но знаете как раньше были хиппи которые свой свой определенный образ жизни вели также есть сейчас женщины которые натурал очень натуральные то есть они там согласие с природой живут и так далее те скажем так не удаляют лишние волосы у себя сделано не красят не пользуются кремами не красят волосы то есть они натуральные и это тоже видно вот этих женщин они особенно такие всякие женщины уже не говорю про тех женщин которые встречаются с женщинами и которые пытаются выглядеть как мужчины хотя они мужчин ненавидят то есть любят женщин и за равноправие вот эти женщины их разных но если брать обычных то вот я сказал если вы смотрите на детей девочек молоденьких очень много красивых девочек просмотришь на девочек они красивые а когда они вырастают почему-то куда-то одеваются не знаю куда вот и пошел и женщин очень красиво очень хорошо светят вот и вот так это что касается женщин и насчет русских женщин выделяются ли они среди американских женщин до выделяются и я тоже спросила у анжелы она даже в модельном бизнесе встречала очень часто русских и живя в нью-йорке и даже здесь она говорит русские женщины ярче конечно не больше за собой следят больше они выделяются из толпы у них золото украшения меха вот это натуральная они любят натуральные материалы то есть эти вот зимние особенно и макияж она как эти американки они практически не красятся очень мало краситься наши женщины сразу видны и ну это что славянские лица то другое потому что тут а тоже отличаются даже если у нас не только славянские лица у нас женщин просто выделяются конечно и одежда и все вот лук что лежал собака и не так что касается и она говорит что иногда слишком даже ярко же русские женщины выглядят но я хочу сказать что есть такая категория женщин которые приехали из наших стран что вот приехавшие например в 90-е года они как бы застыли в тех годах то есть они хорошо выглядят у них красивые лица у них стройные ножки там все это они за собой следят за фигурой но форма одеваться и макияж и прическа у них остались те же 90-х чуть ли не с полками до сих пор ходят белые выкрашенные волосы такие вот прически какие-то и одежда то есть если мы идем на ниагарском водопаде и видим женщину стоящего таких вот как облука худенькую красивенькую такие каблуки белые волосы и такие шорты коротенькие то есть мы сдалека видим что это русская потому что американцы или туристы не пойдут на ниагарский водопад на каблуках они будут в кроссовках в кедах в шлепках то есть это тоже можно такой опознавательный знак мужчина с кулечками мужчина с кулечками или спидо в спидо в плавках ну в основном уже конечно все входят шортах иногда вот еще вот фэшн скул такие улд-скул на брайтон бич можно встретить в плавках мужчин мужчин вот что еще да и в аэропортах то же самое то есть вы можете увидеть русских потому что женщины так белые волосы в основном крашеный прическа уложенной макияж отличаются и в хорошем вот что еще насчет нашего города я показывал в прошлом видео района район 1 район города и говорила что вот мы можем позволить себе пока что такого плана дом или район но действительно этот район не самый красивый 100 немножко уставший уже как не написали что город уставший до раньше город скажем сто лет назад этот город был промышленный будем был маленький но был промышленный несколько семей промышленников держали этот город они были меценатами магнатами там из-за этого города маленького в этом масштабе вот эти вот улицы где красивые дома стоят особняки это их конечно улице их вот эти вот все дома в то время город развивался строился и даже вот эти вот дома которые я показывала в прошлом видео позапрошлом видео уже получается они тоже не маленькие дома то есть у людей уровень жизни был хороший то есть это хоть и старые дома сейчас но они-то не маленькие они довольно таки большие дома тоже не жили там в коморках или в кабинках было много работы в этом городе город развиваться много предприятий промышленность была город находится в очень красивом месте в горах здесь и озера вокруг красивые шикарные пальчиковые озера и гор и горы и то есть сам по себе само по себе место красивая сейчас конечно этот город но это не сравнить с детройтом которая подкротился или что-то но все такие маленькие города сейчас переживают не самые лучшие времена в америке но тем не менее у нас работает большой университет большинство рабочих мест дает университет у нас сейчас открылся новая открылась новая 1100 место открылась новая фабрика по изготовлению молочных продукций у нас молочный регион очень много ферм вокруг есть богатые кварталы то есть это то что я показала это такое средний не богатые такие дома поэтому я же говорила что мы пока себя можем позволить только таких районах это в основном город черта города вот такие вот дома есть и такие с такими же домами такими же годами но более красивые ухоженные района вы тоже не думаем это уже другая школа мы еще думаем над этим там тоже симпатичные дома старые есть очень ухоженные внутри вот уроженый дом тоже не очень молодой но тут такой вот шарм каждого дома есть свой какой-то знаете не то что там вот у нас наш по стандарту кры повесить там ковер красивый раньше было положить там ламинат плиточку такую кухоньку такую вот это вот стандарт который сейчас моде люди делают дизайны какие-то как-то они будут выдумывают вот эти вот дома по-разному не то что сейчас модно или стандартно а то что вот она например вот анжела у нее больше не брать она из европы европейские такие вот она любит антиклариат то есть люди по-разному устраивают дома даже не значит что вот модно так нужно так и мы делаем так поэтому здесь нет критерия вот надо богатых районах как раз таки больше вот этого вот и может быть я съезжу когда-нибудь в районы более хорошие я не показывал некоторых раньше видео я была условно и подруги у нее такую же дом папа богаче нормальный дом юрайка с пластмасса но тем не менее вид у него так как мы любим красивый вид снаружи и есть такие районы новые красивые богатые на вид и дома очень дорогие по 500 по 400 тысяч по миллиону есть и вот но мы пока хотим именно жить в нашем городе он абсолютно мы недавно смотрели карту нашего города он абсолютно не криминальный днем нет криминала в футбол вообще то есть мы посмотрели точки у нас есть карты и точки происшествий каких-то в нашем городе то есть воровство и убийств у нас нет у нас есть драки папа то есть знаете как вызов вызова полиции по какому-то поводу вот и фиксируются вот эти вот вызовы то есть в центре города в даунтауне где пары вот это вот больше всего вот этого наркотики встречаются то есть возможно вызвали полицию по поводу там курение марихуаны или там еще что-то или каких-то наркотиков есть продажа наркотиков некоторых местах тоже эта проблема ну тоже так есть определенные районы в которые не надо заходить маленькие районы практически я же говорю это то есть криминалы можно сказать в нашем городе такой крупные какие-то масштабах от отсутствует убийств нет кражи тоже практически то есть только опять же саус мэйн это это районная слушать радио это местный вариант там но это все одни и те же улицы одни и те же улицы и нет глобальных таких вот поэтому это прекрасное место растить детей город без криминала маленький уютный американский город это раньше наш город был идеально сейчас в связи с этими вот миграциями большие города конечно не такие городки немножко слабее например скинет глаз там конечно такой же маленький городу там он находится возле озера также как литока вы таки корнел и это все богаче больше больше богатых людей там же профессура корнельская скажем так это все уже другой уровень людей но у нас в городе тоже есть определенные слои определенные . классовое разделение здесь присутствует скажем так ну пока мы решили пока в этом городе жить а дальше не знаю дальше посмотрим как жизнь служит нам здесь нравится мы хотим здесь растить детей я опять же разговаривала вчера с анджелой спрашивала по этому поводу у нее есть сын школьник и она вы она жила в нью-йорке 30 лет и выбрал этот город для жизни потому что ну вот хорошее место растить детей и также здесь как называют здесь комьюнити здесь есть городская комьюнити городское общество которое пытается развивать город они они собрания какие-то проводят они участвуют в жизни города они также как выходили вот недавно на концерт джазовый то есть это устраивает сама и будет устроила анжела но это делают для людей вот как комьюнити нашего города чтобы они общались встречались ходили на концерт это очень уютно очень приятно для жителей города и я считаю что это неплохое место жить красиво природе все красиво вокруг мы можем в нью-йорк три с половиной часа нам ехать и таку в корнел нам 25 минут ехать то есть мы живем в хорошей эре как говорится в хорошем районе но город не самый может быть у нас шикарный но он дешевле жизнь в нем дешевле и досягаемость до других хороших городов близко на нью-йоркский водопад нам ехать тоже три часа прекрасном месте живем поэтому до канады нам ехать 4 часа до торонто хорошие очень место вот если будут шоке то вопросы задавайте а по поводу дома мы пока планирую такой дом но на первые годы жизни то есть здесь дома покупаются и продаются здесь не то что ты построил дома на века а потом будем посмотреть как говорится все мы сейчас едем кстати в нью-йорк погулять погулять на один день на одну ночь и у нас ужасная погода у нас дождь может быть пойдем в музей все тогда встретимся теперь в нью-йорке в следующих видео м м м м Продолжение следует...